Начинаем работать. Первая машина пошла. Сотрудник госавтоинспекции. Представляешь, я говорю, здравия желают, такой-то, такой-то. Прошу предоставить документы. Давай. Здравия желаю следователь Пеховского районного отдела Дзеновсенко. Прошу предоставить документы на груз, документы у застаряющей личности, документы на автомобиль. Пропустите, пожалуйста, сотрудника ГРИ. Сейчас сюда подъедет и сотрудник налоговой. И сотрудник налоговой в том числе. Работает комплексная группа правоохранителей. Так что здесь и прокурор, так что здесь мы сразу сможем решить все вопросы. Люди просто вложили деньги, хотят продать. Надо же проверить, как они платят налоги. Конечно. И имеют ли те фирмы, которые затаможились, лицензии и право на данные виды деятельности? На территории Украины. На территории Украины. Потому что есть фирмы-однодневки, которые вчера затаможились, а сегодня уже их не существует в природе. И даже если фирма зарегистрирована в Житомирской области или в Винницкой, мы даем документы, мы связываемся с УВД Житомира или же той же Винницы, ставим им задачу, они выезжают по адресу и проверяют по своей сетке данную коммерческую структуру. Не больше и не меньше. Работаем только в правовом поле. Здесь все граждане Украины. А если все четко, значит вы являетесь законопослушным гражданином этой страны. Но машина едет? Куда едет? В данном случае, едет она или не едет, я не по этому здесь вопросу. Я по вопросу того, чтобы градус наших взаимоотношений не превышал допустимые человеческие нормы. Все те, кто прошел проверку, являются законопослушными гражданами и могут претендовать на вступление ДЛАВ Збройной силы Украины. Потому что это обовязок каждого. А если не есть законослушными гражданами, есть какие-то выявленные ошибки? В данном случае ДЛАВ национальной квартиры. Чудо. Вторая линия. Вторая линия, это тоже очень важно, но там есть возможность, если были какие-то ошибки, своим товарищам рассказать, проявить это все, исправить и потом вступить ДЛАВ Збройной силы. А если человек в души активист, она сможет вступить до ДУКУ? До ДУКУ? Так. Но это не ко мне. Так это Дмитрий Яросович. Это третья стадия проверки. То есть если не хочет Збройной силы, до ДУКУ. До ДУКУ. Но это нужно в Днепропетровск, он сейчас в лекарне. А если он не подходит за станом здоровья? Журналисты для Маскова ТВ. До ДУКУ? Я вам хочу сказать, туда все подходят. Вот я вам честно скажу, даже если у вас судимость, и вы в розыске, идите в ДУК. А, так мы с нами. Ну мы знакомы. Да. Но я просто не помню. Вы не помню, а я вот вас помню. Вот молодец, а режь не помню. Приходите к нам в милицию работать. У меня теперь должность, ничего себе. Как это такая? Директор Украины. Сам начальник УВД Херсонской области. Ну мы же директор Украины. Украины. Киевская область, Миронский район. 105 километров. Киева. Что вы ему за это сказали? Я же сказал! Это мой... Про счёт? Я видел, как он уже вчера разбил. Что ему за это сказали? Я думала, что мне за это сказали. А что это моё? Снова. Снова. Я уже устал. Я уже сказал. Наверное, что 350. Не виноват, но в дань не будет. А то... Да, ведь идите, потому что сейчас все с востребованной силой бьют. Кто... Кто не хочет отходить? Иду из дома во востребованную стол. Будет троллик. Я думаю. Что, вообще, друг? Здоровья. Мы уже... Воколисты. Воколицы. 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 Мы приехали на Чебельку? Да. Приехали сюда.